Игровый подкаст утро понедельника. Выпуск номер двадцать один. История фирмы Enix. Часть четвертая. Мы можем представить себе, что в 1985 году в офисе ChuneSoft было яблоку негде упасть. Ведь каждому программисту, кое было три-четыре человека, требовался свой компьютер. Скорее всего NEC PC-88 или PC-98. Для тестирования игр Famicom приходилось подключать телевизор. Код игры медленно закачивался на специальный кактвеж для разработчика, который предоставляла Nintendo или третья компания. А затем кактвеж вставлялся в приставку. Словом, тестирование было утомительным делом. Программистам приходилось писать код на ассемблере без всяких прелестей высокоуровневых языков и современных интерфейсов. Для правильной организации кода могло потребоваться завести солидную бумажную картотеку. Тем временем в офисах Enix разворачивались интересные сюжеты. Кадзура Морита выпустил свою третью игру — компьютерную версию Сёги — японских шахмат. Enix, которая развивалась и как всегда смотрела в будущее, прилагала к выпускаемым играм анкеты для покупателей, которые затем изучала с целью поддержания правильного курса своей деятельности. И вот пришла одна такая заполненная анкета, которая прилагалась к игре Морита Кадзура Но Сёги. Отзыв был не очень положительным, хотя и был написан хорошим языком и показывал, что автор соображает и в Сёге, и в видеоиграх. Но не это привлекло внимание персонала Enix. Их удивило другое — анкету написал человек по имени Коити Сагияма. Разве это не тот композитор, который пишет музыку для аниме? Правда? Да, он написал музыку для Легенды о Сириусе. У меня дети просто рыдали от этого аниме. По-моему, он ещё написал музыку для Киборг 009. И правда, это был тот самый Сагияма — композитор средних лет, чья музыкальная карьера началась ещё в 60-е. Ему даже приходилось сочинять музыку для реклам, дирижируя оркестром. И когда Тида узнал, что с компанией связался маломальский знаменитый музыкант, он позвонил Сагияме, поблагодарил его за отзыв и предложил написать музыку для видеоигры. К его удивлению, Сагияма согласился. Первой его работой для Enix стала музыка к игре Wingman 2. Всё это происходило в новом офисе Enix в токийском районе Сибуя, крупном коммерческом центре Японии. Компания была на волне успеха. Даже корпорация Suecia смогла выстроить с Enix деловые отношения. Первой работой Сагиямы, связанной с видеоиграми, была франшиза Wingman. И это была манга, которая публиковалась в журнале Weekly Jump. Также Enix издала игру на основе манги Dr. Slump за авторством Акиры Тариямы. После совещаний, касающихся колонки Famicom Syncan, Хорий рассказал Тарисиме о своей работе в индустрии видеоигр. Тарисиме нравилось обсуждать эту тему, поскольку он сам был геймером, да ещё и обладал хорошим чутьём на возможности. Как ему виделось, в Японии выйдет классная видеоигра. И у Тарисимы как раз имелся свой человек внутри компании разработчика. И для колонки Famicom Syncan это был жирный плюс, ведь там можно было публиковать эксклюзивные репортажи. Это был бы счастливый шанс и для всего журнала Sonen Jump, если бы он фокусировался только на играх. Осталось только придумать, как напроситься в участнике. «Знаешь», — сказал Тарисима Хории, — «Тарияма-сан хочет нарисовать иллюстрации к какой-нибудь видеоигре. Вам следует взять его в этот проект». На самом деле, было ещё не ясно, заинтересован ли знаменитый мангак, а в играх вообще. Увлечениями Акиры Тариямы, кроме работы, которую он посвящал львиную долю своего времени, были фильмы и животные. Однако, ему всегда было интересно попробовать что-нибудь новое, и поэтому он позволил Юдзи и Тарисиме себя уговорить. И Хории, и Тарисима сошлись на том, что они не желают вовлекать в проект боссов Биклиджан, то есть руководителей корпорации Сюэйси. У этой корпорации была плохая репутация в мире игр по лицензии, и Тарисима опасался, что она начнёт вмешиваться в разработку РПГ, который занимался Хории. И поэтому Тарисима хоть и позволил заключить Сюэйси соглашение с Эникс, которое позволяло бы в Виклиджан попубликовать мангу по мотивам игры и концептам Тариямы без уплаты роялти, он более не просил Сюэйси о вмешательстве. Вот вам и ответ на вопрос, каким образом в работе над неизвестной игрой для Famicom сошлись топовый мангако и известный композитор. Портопия на Famicom вышла в ноябре 1985 года. Благодаря переходу на систему меню, обновлённой графике и расширенному сценарию, эта версия Портопии стала пока что самой лучшей и самой продаваемой. Для контекста стоит упомянуть, что в 1985 году хитами на Famicom были Super Mario Bros. и Kung Fu Master. Портопия резко выделялась на их фоне. В Японии она стала поворотным моментом для игровой индустрии. В неё играл тогда ещё студент экономического факультета Хидео Кодзима, который жил в городе Каваниси, префектура Хиого. Портопия вдохновила его начать карьеру геймдизайнера. Чун Софт начала работу над ролевой игрой ближе к концу 1985 года. Должно быть, Эникс и сама была в восторге от того, какой проект они затеяли. Всё-таки не каждый день с неба падают композиток с классическим образованием и топовый мангако. Накамура и Юдзи решили, что их RPG будет совмещать вид сверху как культима и бои от первого лица, как в Визактге. Они знали, что у Famicom другая аудитория, не похожая на владельцев ПК, которые фанатели от Визактрили и Ультима. И эту аудиторию нужно было завоевать. К тому же, как и в случае с Портопией, им приходилось иметь дело с аппаратными ограничениями. В их распоряжении находилось всего 64 килобайта на картридже, и первым решением команды было отказаться от партии из нескольких персонажей, как это было принято в западных RPG, и сделать в игре всего лишь одного героя. В основные обязанности Юдзи входили написание сценария и диалогов, а также составление карт. В первую очередь он решил, что действие будет происходить в королевстве Алифгард, а источником конфликта для игрока послужит враг, повелитель драконов, который украл сферу света, защищавшую страну от монстров, и похитил принцессу. Для Юдзи было важно, чтобы цветовая гамма королевства Алифгард была теплой и приветливой для игроков. Он говорил, мы разговариваем не с компьютером, а с человеком, который за ним сидит. Надо думать о том, как порадовать этого человека. И хотя подчас игроку приходилось очень трудно, в игре отсутствовал экран геймовера. Игрока возвращали обратно к королю, и он продолжал играть с полученным опытом и снаряжением. Карта мира была также составлена так, чтобы быть интуитивно понятной игроку. Например, более сильные монстры начинали появляться только когда игрок переходил по мосту на другой материк. Также Юдзи хотел, чтобы игрок почувствовал себя в центре приключения, чтобы он ощутил себя так, будто и вправду попал в Алифгард. Игрок должен был назвать героя своим именем и прожить за экраном компьютера другую жизнь. Это во многих местах незаметно влияло на игру. Например, игрок узнавал историю из уст других персонажей, а рассказчик в игре отсутствовал. Или, например, когда главный герой в бою получал удар от врага, экран начинал трястись, как будто это ударили самого игрока. Взяв на вооружение эти идеи, Юдзи обсудил сценарий с Ториямой. Юдзи показал свои наброски, и Торияма применил к ним свое волшебство, создав образы, которые в будущем станут классикой. Бытует мнение, что кое-какие скабрезные шутки, которые встречаются в играх серии, были придуманы не без участия Ториямы. Всякие непристойные намеки, вроде «Пуф-пуф», очень органично смотрелись бы в ранних томах Dragon Ball. Хотя, может быть, у Хории просто схожее чувство юмора. Остается лишь гадать, какие шуточки эти двое откалывали в личных беседах. Программисты Чун Софт переносили в игру рисунки Ториямы по мере своих сил. Игрок должен был сражаться с монстрами, чтобы стать сильнее. Но монстры у Ториямы получились такими милами, что пришлось заменить слово «убил» на «победил». И сообщение в конце боя гласило «ты победил врага». А вот когда дело дошло до саундтрека, Накамура засомневался, сможет ли не программист написать музыку для игры. Но Сугияма уже был в курсе ограничений звукового чипа Famicom. Поэтому он написал музыку с учетом этих нюансов. И прислал в Чун Софт нотные листы, которые программист, отвечавший за звук, должен был перенести в игру. Всего Сугияма сочинил для игры 8 треков. Увертюру, темы для города, замка, карты, мира, подземелья, боя, поражения и концовку. Также он написал несколько коротких мелодий, например для ловелапа. Здесь ему пригодился опыт написания рекламных джинглов. Геймерам предстояло слушать эти микрокомпозиции еще на протяжении многих лет. Хори и Накамура хотели отточить игру до совершенства. Накамура программировал, а Хори и выступал в роли придирчивого тестировщика. Он считал, что игра должна быть интуитивной, а значит в ней должна быть продумана каждая деталь. Хори также применил свои способности к математике, лично занимаясь характеристиками монстров и расчетом повреждений. Основная часть программирования, кроме звука, была выполнена Куити Накамурой. Он чувствовал себя колдуном, который совмещал в алхимической лаборатории таланты членов команды и создавал из них видеоигру. Если указания Хори были слишком неясными или неполными, все-таки придумать целый мир задачи не из легких, то пробелы заполнял именно Накамура. Более того, только благодаря этому мастерству Чун Софт, Драгон Квест появился тогда на свет. Продолжение слушайте в следующем подкасте.